зонтик я взял и дождь обещали через час или через час или через два я же вам вот это вот про линию телеграфа да сказки пел да что вот столбы есть один столб там два столба сям и как бы потом думаю а действительно ли они есть и начал искать и еще то есть забил прямо столбы и так потратил минут где-то 10 а дети 10 минут моем и спал исполнение в поиска это это огромный пласт информации и нахожу сайт гео кешинг су и там статейка такая просто бы вот эти вот там люди вообще подошли очень плотно и по архивам искали все и надписи такие что возле с возле суда столб он типа есть но он там как-то вмерз в стену возле автостанции восточная нету в селе в селе луговое нету где-то там показаны какие-то фотки где эти столбы стоят но непонятно где это как какая дата этих фоток дата корректирует корректировки статьи 2015 15 год стать 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 статья была написана в 2009 и в общем то все вот такие дела сейчас я пойду к суду гляну может быть там от этого столба хоть какой-то кусок есть но пока что я так понял нет ни одного живостоящего столба не осталось был на кавказе где-то там вот ну по ту сторону пролива но его как только нашли тут же сразу в музей из из забрали так что во первых мне непонятно почему такая историческая часть столбов этих тем более они шли через весь город как она могла ну как она ладно не будем просто делаем вы делаем выводы как что у нас происходит с историей с памятниками истории причем это настолько интересного понимаете вот увидеть вещь который там 160 лет мне это очень интересно хотя за такими вещами конечно вы ехать в города постарше хотя причем тут город постарше он не постарше если то есть в городе постарше это штуковина простоит а вот у нас симферополь вот он постарше допустим станет так тут вообще ничего не останется лично меня это огорчило не скажу что прямо я там убиваюсь но как 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 какая-то достопримечательность которой можно сходить посмотреть пощупать историю это интересно никакая не организация никто не позаботился о том чтобы хотя бы пару столбов этих внести в какой-то охранный реестр какую-то табличечку на них там прикрутить где-то чтобы знали что это за столб по идее это в очередной раз показывает наше отношение истории в отличие от той же европы ну давайте вот францию возьмем да там упаси боже подумать о том чтобы изменить внешний вид дома если он где-то в центре стоит стоит и упаси боже чтобы и кровлю перри переделать поэтому французы и живут смотришь дом думаешь да это да это ну лачуга как-то можно жить то есть снаружи он остается как есть полностью тотально а внутри уже можно делать вот эти вот всем какие-то модные магазины какие-то бутики какие-то их называем магазины непонятных и ненужных вещей сейчас сейчас не скажут ага ты он лёша сам поэтида сида ну как бы то у тебя вверх в адидасе низ пума то низ пума вверх в адидасе ну ребятки это просто вещи это не какие-то там вычурные вещи где майка там стоит каких-то там космических денег непонятно за что или там какие-то кеды непонятные которые стоят там как у человека зарплата за полгода не вот это вот потреблядство вот такое она мне прикид особенно как особенно когда это излишне и ты и ты реально смотришь на вещи и понимаешь что это то же самое только там 2x акции не 5 иксов какие-то свадьбы тут вывозили это в какой-то культ боже боже так суббота никого нету вообще никого нету я думаю сейчас скоро будет дождик поэтому никого и нету 10 классно сделали чтобы машины не ездили на улице теплы очень тепло прямо вот тепло тепло и и ветра вы видите он вверх в верхушке деревьев еле-еле там тепло очень еще много денег она съебалась пойдемте-ка мы пойдемте-ка мы вот так вот я вот думаю вот чё я так насчет этих столбов прямо распечалился нету и хрен с ними самое главное что я вам про них рассказал фотки можете на гугли даже хотите даже ссылку в суну вот здесь делаю прямо на видео прямо вот и фоточки столбов этих сделаю посмотрите так а здесь у нас очень красивая и смотрите как она как жар птица и мозаикой вся выложена ну красота же вот так вот видно да очень классно представьте себе какой-то труд да причем эта мозаика натуральная видно да то ли так делают то ли кто-то ходит так вот о да ладно сейчас если начнет лить у меня зонтик есть я не знаю наверно так делают ну если вот такую красоту так делают то сейчас я думаю как только первые капельки меня коснуться у меня сразу маршрут мой и изменится кофе 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 я вот даже в черновцах когда был там эти кофейни и там кофе блин там кофе нас знаю очень близко там кофе на заправках даже такой вкусный там заправщики они шарят как его делать именно вот он вкусный я там его пил там за две недели три раза эклипс еще один красавчик немножечко конечно да порванная у него крыша а люди есть которые кофе это пьют буквально постоянно это уже новодел ну как не новодел я помню еще такие но раньше они были такие синие и с синей трубкой как я в алуште показывал так я надеюсь дождик еще не пошел здесь был обменник так дождик еще не пошел давайте пойдем посмотрим вот старое здание красивая а здесь вот все так как я и сказал задничек сделали стеклянные кстати вот эти вот остановки все они все оснащены веб-камерами и вы можете зайти на сайт арт-ин арт-инвеста и каждую из остановок посмотреть там такой сверх ширик и прикольно видно как бы так что имейте в виду это наша телевышка я надеюсь ее видно и цветы красивые и вот где-то здесь сейчас по-моему молния была ну пойдем посмотрим если что будем прятаться где-то а если нет то как говорится не из сахара погодка вообще город конечно преобраю преображается вот я помню как здесь было раньше что какие-то дороги такие все то в ямках были то еще в чем-то какие тротуар чеки ну так такое было как бы вот сейчас очень все красиво тралики вот все новые вообще красота давайте через пушкарик здесь вот я помню было фотостудия давно очень давно прямо вообще опачки а новиков умер да 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 этаж воланд режиссер он же и играл это был этот самый вот он с 80 по 2017 год жил тут я тоже не знал что он жил тут он играл воланда всегда на мастере им и маргарите прекрасно играл что тут сказать то говорится в вечная память тоже и слава вот именно здесь он и жил я вам скажу отсюда даже если так в принципе присмотреться можно даже увидеть место где он работал будем знать вот вы видите я и не знал оказывается артист да это сколько он очень он очень в возрасте был очень в возрасте был ну пойдемте посмотрим во первых смотрите какой вход здесь дома это самый центр то здесь вот смотри смотрите тишина ничего не слышно никто никому не мешает вот все свой особый микро мир какой-то шум может быть есть но я его здесь не слышу вообще опять кафе кафе кофе это что это оптика у нас тут и здесь вот все вот такие вот входы они вот там вот дворы 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 по всем дворам мы ходить не будем полная распродажа полная распродажа еще один дворик так здесь будут делать юрий богатиков это цирк по моему этот директор цирка а нет это филармон господи вообще цирк это же этот уже какой позор в этом здании с 74 года по 2002 год работал солист крымской государственной филармонии народный артист ссср юрий богатиков государственное автономное учреждение культуры республики крым государственная крымская государственная филармония я понял что филар филармония это где музицируют все совсем фасадик подустал мы будут делать опять кест опять прикроет прекраснейший шар это как карла маркса это пушкина это крест мы пройдем тут вообще смотрите какая какое небо свинцовая просто нам садик как как раз вот туда идти вот тут можно было бы вокруг деревья деревья такие квадратные скамейки делать прикольно бы было тут вот тоже по центру они классно стоят но она слегка может быть не уютно прикольное здание прикольное такое и не давит мне нравится да вот алексей юрьевич чувак так выходит да и как вы знаете такой да мне не нравится здесь можно сделать вот это здесь нужно исправить что-то да ничего так как бы да я кстати постараюсь не матюкаться в этом просто скажем что алексей юрьевич бездельничает и от ничего делать так вот там вот вот там вот я даже я даже не знаю куда я буду если что здесь бежать кстати шлепки я не взял поэтому ставки опять может можно сделать я иду вот в кедах и я думаю если сейчас они намокнут это будет их не прыжок с головы льва да здесь тоже вот фронтон чеки вот те вот вот тут вообще нужно делать им бы как-то делать и в цвет то есть допустим в оранжевый в желтый какой-то в малиновый в зеленый чтобы вот не в таких вот как каких-то пастельно кофейно бледных а делайте чуть поярче да пускай она будет немножко более так кричаще но это хоть поинтереснее будет а так оно все одинаковое и она еще в цвет не попадает то есть у всех цвет один и тот же примерно плюс минус ну как бы те же яйца вид сбоку да но они в цвет не попадают и ну как-то такое унылое распестрение вообще классно ты тут как в саду в каком-то здесь вот я покупал киногрим когда у меня в этом была нужда да вот люди сидят вот на холодном почему бы здесь не сделать так как я говорю всем что из дерева для городов даров от компании меандр ну тепленькая ну прикольно прикольное место для фотосессии с задником ну с таким себе нормальным задником тепло да можно сидеть и вот этот экранчик вообще не туда взяли напихали этих ледок под углом смотрится классно кстати полупрозрачным как как на сетке там офигенский гаррис 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 я смотрю прямо молодцы надо сходить все-таки как-то чё-то с пушту ватой вот эти цветы мне нравятся уже нормально так флажки оказывается не снимали как я подумал в тот раз и театр так как-то оттеняется таким небом хмурым так здесь сцена нам нужно идти вот туда но мы пройдемся чуть подальше ну прикольно смотрится вот это вот мне нравится вообще красиво оформлено прямо вот вот прямо вообще вот мне нравится прямо сильно и цвета такие прикольные блин ну как-то вот вечерулька бы вот это попробовать снять фонарики опять таки это тоже не днем это было бы классно в вечерулькой в них лампочки да прикольно 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 вьетнам вьетнам господи здесь был фирменный магазин рыбок а вот тут вот находится огромное здание это здание нацбанка было я не знаю чего она сейчас тут тоже на на какой-то банк но вот она выходит прямо на пушкина вот туда а это его так сказать ты слушайте но вот это вообще не видно здесь в помещении бывшего клуба строителей 2 октября 1917 года состоялась первая таври таврическая губернская конференция большевиков история таркшоп кальяна сигары самокрутки нет я против кальяна лично особо ничего не имею и может быть даже себе его куплю но но это больше так в качестве какого-то эксперимента то есть не на каждый день совсем здесь тоже магаз спорт товаров но честно говоря мне нравится ходить вот в большие фирменные магазины где ассортимент представлен просто весь тотально все дернулись вперед а тут нам еще минуту почти стоять и заодно сейчас я вам покажу огромную карту россии сделанную из железа очень круто да тут прямо нужно бежать бежать быстренько времени тут раз к рассказывать и показывать что то нету это тыльный вход верховной рады а не верховной рады господи я все этот совет мини министров совмин совет министров автономной республики республики крым тут знаете уже столько в крыму у нас всего было мы уже и автономные были и кем только мы не были сейчас вот так поэтому вы уж простите что я не немножечко здесь путаюсь что мне не 15 лет я помню много чего даст совет министров республики крым а вот это вот то что я вам хотел показать ее кстати ха-ха-ха по-моему обновили и под и подкрасили вот смотрите оцените масштаб да но было все зажавлены его подкрасили и теперь она имеет вот такой прекрасный вид это урал кстати тем кто не в курсе я напомню что географическая граница европы она идет как раз до уральский гор так что друзья ну и вот малахит малахит и камни и вот стилизация такая все очень классно можно стоять тут и рассматривать это часами допустим вот трактор что это такое л ша тз какой-то ш тракторный завод и регионы вот семьдесят четвертый регион для не на глобус вот он шар земной на нем башкирия с березовый листок величиной мустай карим то есть в общем вот насколько классно сделано сегмент выполнен мастерами по художественному образцу вот палата ремесленников саратов смотрите какие памятные памятные надписи смотрите с каким качеством вообще все сделано просто вот невероятно ну давайте крым посмотрим что у нас в крыму в крыму у нас город-герой севастополь город-герой ну керчь он вот здесь давайте так а здесь ничего нету то есть ну я знаю что у нас город-герой севастополь и город-герой керчь вот здесь вот красота что у нас тут ласточки на гнездо симферопольский вагз в вокзал этот хан ханский дворец судак это я не знаю что это горы наши на наверно ну тоже смотрите вот насколько классно сделано да ну кубань чечня вот грозный наверно вот что это наверно владикавказ ну я вам так скажу честно стоять тут можно и раз и разглядывать очень долго посиди какая стилизация здесь тоже просто где-то где детализация невероятная тоже кузнечество кузнечество пензиевская губерния даже калинин калининград вот прислюнявлен ну шикарно я даже не знаю как сказать мне нравится мне нравится очень прямо вот вот совсем прямо очень прямо байкал ох лёша как бы сейчас тебе ну тут я вижу куда бежать там вот навес есть так а место падения тунгусского метеорита наверно вот это красная красноярск ну красной красноярск там же шума что находится гэс и и енисей наверно вот это вот через енисей на гэсе плотина народ когда строил вот эту вот гэс это кстати одна из самых больших гравитационных плит в мире на красноярской гэс они прям камни прям на глыбах писали мы покорим тебя енисей и несколько раз этих глыбы вот они накидывали она смывала все вообще енисей смывал это космодром восточный ну очень классно мне нравится вот просто невероятно вообще здесь всем находится владивосток до это курилы это сахалин я надеюсь что я правильно понимаю республика тыва кузбасс пуголь ну новосибирский зоопарк ну зоопарк так зоопарк в общем то место офигительное так ай как-то лапки шуток 4 оборки я вот не помню лапки лапки мы 4 оборки хочу дома за на за ночью хочу и горки что-то вспомню сказать скажу как вот он наверно вот такого плана этот стопы есть да вот он начинается с такого и сужается и высота тут его где-то 5-6 метров так и есть ну на рот вы же знаете лёшенька делает все что может но если его там нет есть шанс тут хоть можно вот более-менее это уже начинает подгонять как 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 бы быстренько нечего здесь по по проезжей части ходить нет на самом деле если как бы ну пеши пешеход уже зашел и остался на проезжей части на на пешеходе он имеет полное право покинуть и машины не должны ему уметь ему мешать здесь конечно как как говорит рома шанхай так ну что сказали где-то возле арки ща посмотрим возле арки он не возле арки цветы прикольный менер правило вообще классно так этот наш центральный суд и и сказали где-то здесь возле арочки находится этот народ я не знаю я ничего здесь не вижу где тут что может быть адвокат не ничего здесь нету здесь нету ничего вишня и все арка арка но не тут же он где-то вообще я бы вообще здесь в первый раз в жизни в первый раз в жизни сказали шо он где-то как-то типа не снис не знаю адвокаты вот здесь есть возле суда но оно и понятно и все и ничего я не вижу здесь вот арка наверное было здесь сейчас ее нету и и все вот ничего здесь нету ни столба никакого я ничего не вижу я даже не представляю себе где он здесь мог быть и тут я уже обходил все наверное где-то здесь вот арка была ну там нету где-то арка еще короче народ еще раз я здесь еще раз я здесь все посмотрел я ничего здесь не вижу вот честно так у меня такой вопрос дождь будет или нет антенна кстати вон стоит очень крутая такая прямо очень так вот смотрите вот я смотрю а никого нету никому я не мешаю все пошел вот кстати место на самом углу и почему-то она пустует блин ну не тут же где-то арка какая тут арка еще может быть стоматология смотрите какая классная объемная сказать лепнинка или как это панно я даже не знаю как это правильно называется пекарня номер один номер один номер один и номер один им бы цветы бы вот тут вот ним немножечко как-то усилить там дворик 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 это самый центр и там тихо вот мы к ленину с попки зашли здесь такие колонны дом профсоюзов вот если бы не вот эти вот провода я бы сейчас не сдержался бы очень так неплохо и в самый верх красота очень круто птички поют дождик где-то там закрыт то просто видимо сильно новые остановки их еще не успели сделать так что все нормально все продумано все отлично осталось только чтобы добавили еще скамей скамейки возле юриц пишет и включили бы сами и юриц мешки и тогда будет вот такие вот неонки мне нравятся вообще они прикольно смотрятся вот прямо шо хотите со мной можете делать пошел дождик да ладно ща попробуем дойти до куда-то до какого-то уверенного места прямо аж на кепку я чувствую так ну там вот просвет есть откуда 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 ва не но если вот он так будет лить то это вообще ни о чем а вот если он сейчас нет там пока нету тут самое главное самое главное не прозевать чтобы она просто не не вымочила за секунду пока что никто не парится пока все так вышли на изях прошлись чё-то и все шо там не там все чисто тоже все чисто так здесь у нас . следующее это подземка можем укрыться в ней если что так там что нормально вот если бы там было белое и прямо все вот тогда да эти блин погода как компьютерных играх вроде бы уже все вроде бы вот вокруг уже апокалипсис а его как бы пока что особо и нету там вон дождя нету за мной ну вроде тоже нету не ну что-то подкапывает это да но не холодно вот час от погода вкручивать на велике ну идти гулять конечно ниже не жарко воздух такой плотненький цветы 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 и куча цветов на любой вкус вообще идти коротким путем это неинтересно мы попробуем пойти пойти длинным и не намокнуть так ну что что-то из их изменилось с нашего погружения или нет или мы все-таки рискнем сейчас посмотрим ага да уж народа вообще нету вообще никого ну так вот кто-то ходит да алексей юрьевич рисковый ты парень ну вот там вот уже дождь и вот там вот очень сильный до нас пока что он еще не дошел но гремит уже рядом так что-то девка начала бежать что там уже пошла волна что ли поддувает но больше почему-то шашлыком приют да народ как тараканы по всем щелям быстренько баба все 1 1 сосредоточились так мне на мне на ногу что-то капнула а на почте не вот как оно было вот так а вот здесь и осталось все вот плюс-минус то же самое ну только может какие-то там или прилавки поменялись или вот что-то еще все то же самое не могу понять если это покрыто покрыто с сусальным золотом почему она черница то есть это медь а если это медь зачем тогда было ее покрывать она бы стала покрылась патиной стала бы малахитовая вот это вот цветы просто мне нравится как сделано вообще не вера невероятно вот так вот заказчик православная религиозная организация симферопольская и крымская епархия понятно слушайте народ но если я же не попаду под дождь это же будет неинтересно так да 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 я вас понял я вас очень очень понял все процесс пошел ну шо дождик пошел или нет ну так скажем так дождик усиленно делает вид что он пошел гром вообще гремит очень классного там вот сто процентов дождь что-то мне по шапке как-то не особо стучит ну вроде есть нужно было просто психологически достать зонт и все никого нету вообще никого а утки так и сидят но уткам то им то вообще мне кажется до лампочки вот там и вот там гремит где-то фотку цены классные места он на фоне так здесь что-то что здесь произошло здесь это дерево наверное его отсюда уберут и посолю здесь что-то красивая я за т.п. вообще за за озеленение я за тотальное озеленение за не прекращающиеся не прекращающиеся за поставить за постоянное народ ну шо можно и по набережной пройтись ну давайте рискнем давайте пойдем прямо к дождю а там уже посмотрим покосили травку ну красота же друзья ну правду говорю вот здесь я уже сказал нужно сделать скамейку скамейку вот тут вот причем можно даже сделать какую-то накладную чтобы не портить вот этот вид то есть нужно убрали не нужно как не нужно убрали нужно поставили среди как уточка идет мне кажется блин да настоящая утка утка не так делает я так подозреваю что сейчас вот так вот дождя нету нету а потом он просто как ломанет так что мало вообще никому не покажется и вот тогда лешенька будет бежать открывать зонты свои потому что у нас как у всех этих пока гром не грянет мужик не перед не перекрестится вот это вот поэтому так вот я могу ходить пока она не сильно льет еще долго я бы их тумбе честно говоря почистил бы и закатал бы в лак чтобы не какой-то имели такой вообще крутой вид хотя не знаю блин не знаю вообще вот если бы я от меня бы нас начали вы каким-то ответственным за какой-то окультуре ванят как вот этот вот калинин был все союзный с тарис тароста о это понятно тот любой дурак может сама на шубы деньги были а так то тут о культуре тут цветов можно столько по напихать столько классных мест для отдыха поделать хотел вот это вот взять так вроде бы круто смотрится но чё-то вот не пошло ага дует прямо со стороны ветра по со стороны дождя так ну шо не тогда пойдем по бульвару хочу мы что-то ходили уже здесь давайте-ка мы с вами пройдемся вот тут вот по вот сюда бы вечерком нужно прийти тут и лампочки красиво висят посмотреть что тут вечером происходит да похода вообще такое там вроде бы светло здесь темно такой свет необычный да вот этого я и ждал когда дождя нету нету а потом он просто хлынет все вот он пошел о все девка еще идет не бежит значит все еще не так плохо но я уже открываю зонтик все об так ну так конечно мне только вот за кеды я немножечко как бы мне жалко их может они еще месяцов были это лето отходили бы видно да так пойдем по упрощенки здесь пока не капает когда вот такой сильный дождь минут 10-15 под деревом есть там и в домик можно сесть вон если что на детских площадках всегда можно укрыл укрыться раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять короче уже больше четырех километров трех типа да 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 к дереву девках хороший темп и держит так тут мне надо сейчас все-таки я вот так вот тоже немножечко на на валю а здесь вообще можно идти все вот здесь сухо вообще вот вот так вот просто идти ну чисто так номинально о вот так вот идти как-то здесь ну здесь да ох сейчас чувствую пошла шара все вот теперь пошло я да я даже думаю что девка на девка наверно сейчас будет бежать потому что я думаю что даже наверное не молодец ничего себе у меня села батарейка в опуху в упрошке и мне и настолько лень менять поэтому сейчас у нас будет включение с и лакси с вот так вот я и я иду прямо под зонтиком мне вот ответил что-то рома он живой он мне взял котик короче где-то там бьет здесь он ремонт идет о там вообще он просвет просвет до кеды сейчас придется пасть постирать наверно их просто в тазик засыпать порошком и по елозить пускай они полежат там часик где-то где-то а потом их достать и прав и пропал и прополоскать вот это вот уже и интересно такая уютная прогулочка в дождь для вас никого вообще вообще никого он уже и девку ту не видно ну как видно но так все и полноценный дождик а еще и по грязюке идти вот так вот верный балет ладно ничего вот тут это прямо как сквозь зон что ли капает дырки есть но они вроде бы не особо я напомню всем что хотя с 7 он изначально пылевлагозащищенные но у меня в связи с определенными с теме он уже обычный то есть все уже уже у него такой масти нету да уж приключения рядом и не надо за ними никуда идти искать их на свою жопу вот достаточно просто возвращаться домой по ситуации то есть немножко медленнее чем обычный здравомыслящий человек который знает что будет дождь видит что к этому все идет но почему-то ходит и смотрит что там еще у нас происходит происходит вот на самом деле все что нужно для вот таких вот небольших приключений да вот тапки покажу так ну тапки я чуть-чуть замочил но вот тут вот уже видно что им уже все сейчас я их помою и все открывать не надо мама палец себе порезала об рыбу об нож так господи вот они эти кеды сейчас пока посохнут пускай так потом я их повешу ну на улице погодка продолжает шептать я хочу показать как мама приобщается к правильному питанию это салат это вареный буряк и мама сварила двери мне которая поменьше и которая побольше вообще я честно говоря рад потом потому что раньше я помню у мамы были какие-то но вот это вот это я считаю как уже мама любую это хик до принципе они одинаковые ну я тебе хочу сказать мама ты знаешь полил уже нет нет еще вот такой а йогуртом не прошу нет именно маслом да давай поливает и я не могу открыть поэтому тогда на держи тихо мать ты чё вон ну и и и и и и